В 2012 году вопрос о лицензировании медицинской деятельности стало регулировать постановление правительства номер 291. В нем впервые появились дополнительные лицензионные требования. Напомню их. Наличие сертификата специалиста в руководителе медицинской организации, либо зама, осуществляющего руководство медицинской деятельностью, сертификата специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью. Второе. Наличие и выполнение внутреннего контроля качества безопасности медицинской деятельности. Могу предположить, что инициаторами этих изменений были Министерство соцразвития России, которым тогда руководила госпожа Голикова, а замом была Вероника Скворцова. Пошел уже четвертый год, как эти лицензионные требования работают. Цель лицензирования – предотвращение возможности нанесения ущерба интересам, правам граждан, здоровью, жизни граждан. Отвечают ли этим требованиям новые лицензионные требования, которые были дополнены в 2012 году? Как медицинский юрист, считаю, не отвечают. Утверждение мое не голословно, а на тех примерах, которые были в январе 2016 года. Напомню, Белгород и Орел. Прокуратурой Белгородской области выявлены многочисленные нарушения во второй городской больнице. Часть из них озвучен. Медсестра пациенту Вахтину не могла оказывать медицинской помощи, потому что у нее не было соответствующего медицинского допуска. В отделении анестезиологии и реанимации нет достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких. В операционном блоке хирургического отделения нет дефибриллятора и иного медицинского оборудования. Врач Зелиндина в четыре раза переработал сверхурочную норму часов. Берем пример Орловской области. Орловский перинатальный центр считался одним из лучших медицинских учреждений региона. Но по результатам смерти восьми младенцев межведомственная комиссия во главе Росздравнадзора нашла многочисленные нарушения, из-за которых временная деятельность лучшего медицинского учреждения региона была приостановлена. Таким образом, новые лицензионные требования, а также такой вид контроля, как ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности не работают. Они не достигают цели правого регулирования. Ни Департамент здравоохранения Белгородской области, ни Департамент здравоохранения Орловской области каких-либо превентивных профилактических мер, чтобы не допустить нарушения во второй городской больнице Белгорода и Орловском перинатальном центре не предприняли. Хотя они должны это делать. Какой из этого вывод? От меня, как от медицинского юриста. Административные рычаги, которые спускаются сверху в качестве регулирования медицинской деятельности, на примере Орла и Белгорода, не работают. Нужна внутренняя система мотивации медицинского персонала, чтобы он по внутреннему убеждению именно оказывал медицинскую помощь, говоря юридическим языком, без пороков качества и безопасности. Вот создание такой системы мотивации ведомства Вероники Скворцова не справилось. Этой системы мотивации нет. Все эти стимулирующие компенсационные выплаты, на мой взгляд, не создают качественной, безопасной системы медицинской деятельности. Кто со мной не согласен, готов поспорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова